Медицина сделала большой шаг вперед. Новейшие технологии, компьютерная томография и другие новинки активно используются врачами. С развитием медицины увеличилась и продолжительность жизни, а на прилавках аптек появилось куда больше лекарств. К сожалению, статистика показывает, что такие диагнозы, как неоперабельная опухоль, все еще существуют. Такой приговор слышат в свой адрес 10% онкобольных. Людям с неоперабельной опухолью требуется особый уход и помощь, как медицинская, так и психологическая. Мы понимаем, что палеотивная помощь – это помощь, которая оказывается пациентам, облегчая их жизнь, когда состояние этих пациентов неизлечимо. Поэтому действительно она востребована. Палеотивная помощь появилась в Рязани несколько лет назад. В 2013 году появилось отделение на базе Рыбновской центральной районной больницы. Сейчас по инициативе Минздрава кабинет палеотивной помощи открылся и в поликлинике областной клинической больницы. К тому же здесь у врачей уже есть опыт работы в этой сфере. Начинали мы достаточно давно, уже лет 15 назад, примерно в этой же области работать. Это с пациентами, с инвалидами, с кишечными стомами. Потом мы взяли полностью всех пациентов с нарушением функции выделения. В том числе и на функциональной основе делали патронаж на дому в том числе. Поэтому здесь опыт у нас уже накоплен достаточный. И применить вот в этой сфере достаточно легко его будет. Реально у нас уже с этим мы сталкивались раньше, достаточно серьезно этим занимались и будем продолжать заниматься. Планируется, что специалисты будут принимать по 20 человек в день. На данный момент, по словам главного врача, на прием уже записано 8 пациентов. И это только одно из направлений деятельности кабинета палеотивной помощи. Второе направление, большое, которое мы будем развивать, и оно уже сейчас планируется открываться, это патронаж на дому. То есть те пациенты тяжелые, которые по каким-то причинам, ну ясно по каким причинам не могут посетить этот кабинет, будут посещаться докторами на дому и выполняться все эти незначения, которые им необходимы. Прежде всего, это, конечно, обезболивающие средства и помощь средствам ухода. Специалисты будут проводить обезболивание, делать перевязки, а также беседовать с больными и их родственниками. По словам главного врача, все это абсолютно бесплатно. Кабинет палеотивной помощи будет работать ежедневно во второй половине дня. Попасть на прием можно после заключения онколога или участкового терапевта, получив их направление. Это первый кабинет, который открывается на амбулаторном уровне во всех городских поликлиниках. Это в следующую очередь открытие таких кабинетов и в межрайонных центрах. Как отметила исполняющая обязанности заместителя Министерства здравоохранения Рязанской области, это будет целая сеть, которую курирует областной клинический онкологический диспансер. Новый кабинет палеотивной помощи символично открылся во Всемирный день борьбы против рака. В этот день в поликлинике ОКБ всем посетителям выдают направление на онкоскрининг. Основное направление это, безусловно, скрининг рака, выявление ранних форм рака, чтобы как можно раньше его лечить и не доводить до того момента, когда уже требуется палеотивная помощь. В поликлинике ОКБ любой желающий может пройти все необходимые обследования. Флюорография, маммография. Опытные врачи, пользуясь современной техникой, поставят точный диагноз. Ведь, как правильно сказал главный врач областной клинической больницы, куда важнее выявить заболевание на его ранних этапах. Валерий Седов, Игорь Клотов. Телекомпания. Город.